В рамках социально-миссионерского служения учащиеся Санкт-Петербургской Духовной Академии принимают участие в церковной реабилитации наркозависимых. Семинаристы проводят катехизаторские беседы в дневном стационаре «Воскресение» при храме «Воскресение Христова» у Варшавского вокзала. На берегу обводного канала возвышается храм «Воскресение Христова». Здесь, при храме «Воскресной школе», помимо занятий с детьми и взрослыми, проходят занятия и с теми, кто желает начать новую трезвую жизнь. Один из них – Игорь. Парень спортивного телосложения больше семи лет, танцевал в ансамбле народного танца, много выступал, ездил на гастроли. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Пиво, легкие наркотики. Игорь понял – надо себя спасать. Я понимаю, что употребление наркотиков ни к чему хорошему не приведет, да какие бы они легкие ни были, даже того же самого алкоголя. Но надо вести полностью… Я хочу семью, детей. А чтобы завести семью, надо иметь… Я хочу здоровых детей. Надо полностью иметь трезвый ум, трезвое мышление. Чтобы иметь трезвое мышление, Игорь обратился за помощью в благотворительный фонд «Православная реабилитация». Он уверен, тут его поддержат. Первая ступень избавления от зависимостей – это дневной стационар «Воскресение». Здесь молодыми людьми-реабилитантами проводят лекции, тренинги, личные консультации. Они изучают священное писание, участвуют в благослужениях. В отцерковлении – это есть самая важная цель. В этом активную помощь оказывают студенты Духовной академии. Семинаристы проходят социально-миссионерскую практику, набираются опыта. А для воспитанников – это новые знания и пример служения. Эти встречи проводятся для того, чтобы наставить ребят, замотивировать их к служению Христу, церкви, людям, в любви, в послушании. Мы беседуем о основах православной веры, рассказываем им о том, что такое православие, какие-то основы маленькие, небольшие даем. Потом рассказываем о жизни подвижников, о символическом значении богослужения. Ну и вообще о том, чем полна церковь, что это такое. Ну и, конечно, все приводим, каждую лекцию ко Христу, и то, что это должно стать смыслом их жизни. Такие катехизаторские встречи проходят три раза в неделю. И эти беседы, и в целом программа реабилитации дает свои результаты. Когда видишь, как человек вчера из преступника, негодяя, наркомана, проститутки, простите, да, становится нормальным, полноценным членом общества, он становится и верующим христианином, да, ну, конечно, радуешься. И это видно во всем. И вот этих два основных этапа очень яркой перемены. Первый – это месяц вот здесь, от первого дня, условно говоря, к 30-му, да, и первые 3-4 месяца в загородном центре. Это вот просто вот так вот вверх, вертикально фактически идет, вот эта динамика изменения. Изменить себя к лучшему, поверить в предлагаемую помощь, стать православным христианином. Педагоги, священнослужители, семинаристы помогают в этом деле спасения души.